Добро пожаловать в тренажер Стропольщик. Я, ваш виртуальный помощник. Обратите внимание, в правом углу у вас будет отображаться список задач, которые необходимо выполнить в процессе обучения. Для начала обучения, наденьте спецодежду, для этого необходимо приложить выбранный элемент одежды к телу. После экипировки, приступаем к изучению съемных грузозахватных приспособлений. К ним относятся, стропы, траверсы, захваты, которые будут располагаться на столе. Правой рукой вы можете их взять, и ознакомиться с каждым элементом отдельно. После ознакомления для перехода к следующему приспособлению, необходимо нажать на кнопку, находящуюся справа на столе. Начнем знакомиться со съемным грузозахватным приспособлением, стропы. Первый вид, это канатный строп. Канатный строп представляет собой канаты, выполненные из стали. В зависимости от конструкции канатные стропы, делятся на такие виды как, петлевые, кольцевые, одно, и многоветливые. Каждый канатный строп должен быть с биркой, на которой отображается, тип каната, грузоподъемность, заводской номер, длина, товарный знак, дата изготовления. Если маркировочной бирки нет, то строп нельзя использовать при работе. После ознакомления с видами канатного стропа, перейдем к изучению дефектов. Возьмите строп в правую руку, и ознакомьтесь с его дефектами. После ознакомления необходимо положить выбранный элемент на стол. Первый вид дефектов, это обрыв проволоки каната. Второй вид дефектов, это выдавливание проволоки в одной пряде каната. Третий вид дефектов, это выдавливание проволоки в нескольких прядях. Четвертый вид дефектов, это корзинообразная деформация. Пятый вид дефектов, это выдавливание сердечника. Шестой вид дефектов, это местное увеличение диаметра каната. Седьмой вид дефектов, это перекручивание каната. Восьмой вид дефектов – это раздавливание каната Девятый вид дефектов – это залом каната Десятый вид дефектов – это перегиб каната Одиннадцатый вид дефектов – это повреждение втулки каната Двенадцатый вид дефектов – это сильное повреждение из-за коррозии Второй вид, это цепной строп. Цепной строп, это съемное грузозахватное приспособление, на основе высокопрочной стальной цепи, с различными окончаниями. В зависимости от конструкции, цепные стропы делятся на кольцевые, одно, и многоветливые. Цепной строп должен быть с биркой, на которой отображается, товарный знак предприятия, тип приспособления, грузоподъемность, класс прочности, порядковый номер в системе нумерации, рабочая длина, дата испытания. Если маркировочной бирки нет, то строп нельзя использовать при работе. Перейдем к изучению дефектов. Первый вид дефекта, это повреждение звеньев цепных стропов коррозией, или воздействием агрессивных сред. Первый вид дефекта, это повреждение. Второй вид дефекта, это имеющиеся изгибы или деформация звеньев цепных стропов. Третий вид дефекта, это наличие звеньев цепных стропов, вытянутых под действием избыточных нагрузок. Четвертый вид дефектов – это наличие звеньев цепных стропов, которые подверглись истиранию и уменьшению поперечного сечения, вследствие вытягивания звеньев. Пятый вид дефекта – это повреждение звеньев цепных стропов в результате превышения, допустимого температурного режима. Третий вид – это текстильный строп. Текстильные стропы представляют собой ленты различных конфигураций, выполненные из искусственных сверхпрочных тканей. По конструкции текстильные стропы делятся на три вида – петлевые, кольцевые, одно- и многоветвевые стропы, оснащенные грузозахватными элементами. Маркировку текстильных строп можно распознать по цвету – от фиолетового до оранжевого. Количество продольных полос. Каждая полоса – одна тонна нагрузки. Текстильный строп должен быть с биркой, на которой отображаются, товарный знак изготовителя, тип, грузоподъемность, длина, дата производства, порядковый номер по нумерации изготовителя и обозначение стандарта. Если маркировочной бирки нет, то строп нельзя использовать при работе. Перейдем к изучению дефектов. Первый вид дефектов – это порезы и разрывы на стропе. Второй вид дефектов – это повреждение тканой поверхности ленты в результате контакта с грубой поверхностью или принудительного ее скольжения. Третий вид дефектов – это расплавление, обугливание материала стропа от воздействия высокой температуры или химического воздействия. Четвертый вид дефектов – это механическое повреждение запирающего механизма стропа или стежков нитей, которыми шиты ленты стропа. Пятый вид дефектов – это узлы или перекручивание стропа. Шестой вид дефектов – это проколы, на стропе. Седьмой вид дефектов – это расслоение лент текстильного стропа. Траверсы – захваты – это съемное грузозахватное приспособление различных видов и конструкций, предназначенных для фиксации груза в определенном положении, для последующего его подъема и перемещения. В зависимости от принципа действия захвата, можно выделить несколько их видов. Клещевые захваты – представляют собой рычажную систему, в виде ножниц, рычаги которых имеют свободные концы, захватывающие груз или элементы груза. Эксцентриковые захваты – предназначены для захвата и перемещения плоских грузов в вертикальном или горизонтальном положении. Субтитры создавал DimaTorzok Перед началом выполнения практических заданий, пройдем обучение по знаковой сигнализации. Перед вами находится инструктор, который покажет знаковую сигнализацию между стропальщиком и крановщиком. Данный знак подается, чтобы поднять груз или крюк. Он выполняется прерывистым движением руки вверх, ладонь обращена вверх. Данный знак подается, чтобы опустить груз или крюк. Он выполняется прерывистым движением руки вниз, ладонь обращена вниз. Этот знак подается, чтобы поднять стрелу. Он выполняется движением вытянутой руки вверх, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта. Данный знак подается, чтобы опустить стрелу. Он выполняется движением вытянутой руки вниз, предварительно поднятой до вертикального положения. Ладонь раскрыта. Данный знак подается, чтобы повернуть стрелу. Он выполняется движением руки, согнутой в локте. Ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы. Данный знак подается, чтобы прекратить подъем или передвижение. Он выполняется резким движением рукой вправо и влево на уровне пояса. Ладонь обращена вниз. добро пожаловать на производственную площадку обратите внимание правом углу у вас отображаются задания которые необходимо выполнить в процессе производственного обучения а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...